Еще в прошлом году в Чувашии стали использовать такую меру государственной поддержки малоимущих граждан, как социальный контракт. За это время договоры с Республиканским центром занятости заключили более 5000 человек. О нововведениях в этом направлении в нашем материале. В рамках социального контракта финансовую помощь от государства теперь могут получить жители села, имеющие личное подсобное хозяйство. В данном направлении гражданин имеет возможность получить до 100 тысяч рублей единовременно на приобретение продукции, которая необходима для производства сельскохозяйственной продукции. То есть он может закупить растения, какой-то семенной материал, либо животных для того, чтобы развивать свое личное подсобное хозяйство и получать доходы уже от реализации в последующем сельскохозяйственной продукции. Параллельно при заключении социального контракта необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Кроме того, возможность получить дополнительное образование теперь не отдельное направление социального контракта. Учеба включена в перечень мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, а теперь и по ведению личного подсобного хозяйства. Проводится она бесплатно. Изменились и сроки действия контракта. Если ранее, например, на оказание помощи по преодолению трудной жизненной ситуации прямая финансовая поддержка семей оказывалась в течение 12 месяцев, то, начиная с 2021 года, новые социальные контракты заключаются на срок не более 6 месяцев. Важная тема – республиканский материнский капитал, который получали семьи, где появился третий ребенок. В одной из социальных сетей во время прямой линии с главой Чуваши мамы пожаловались, что их поставили в неравные условия. Уже с 2016 года единовременной выплатой могли воспользоваться только семьи с низкими доходами. Остальные, где тоже трое детей, права на получение капитала лишились. Безусловно, поручение главы республики принято в работу. В настоящее время мы совместно с коллегами проводим необходимые расчеты и будем предлагать варианты решения данного вопроса. Напомним, с 2012 года государственной поддержкой воспользовались более 9 тысяч семей. За прошлый год – почти полторы тысячи. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.